Сегодняшняя тема Гормоны резина американские ученые открыли почти уже 10 лет назад, в 2012 году. Эрезин выделяется мышцами при физических нагрузках и положительно влияет на такие функции организма как терморегуляция и потеря веса, поэтому этот гормон и прозвали «жиросжигающим». Многие ученые предсказывают, что эрезин станет основным средством лечения ожирения и связанных болезней, однако за 10 лет никто так и не придумал «волшебную» таблетку для похудения. Давайте разберемся, что же такое этот эрезин. Это миокин – белок, образовывающийся в организме в результате мышечных сокращений, с пептидной структурой, состоящей из 112 аминокислот. Интересный факт, что эрезин имеет абсолютно идентичную структуру у людей и у мышей. Что эрезин делает? Его важнейшей функцией является регулирование термогенеза. У нас есть два вида жировых тканей – белая и бурая. Белый жир – обычный «жир», с которым большое количество людей ведет ежедневную борьбу. Бурый жир – компактнее. Когда он горит, он также сжигает калории, термогенез, и соответственно запускает процесс похудения. Бурый жир бывает врожденным и приобретенным. Следовательно, эрезин ответственен за превращение белого жира в бурый. Высокий уровень резина может помочь людям избавиться от лишнего веса. Помимо похудения ученые также рассматривают возможности резин помогать людям с диабетом второго типа, так как он уменьшает резистентность к инсулину. Так как же поставить этот замечательный резин себе на службу? Основной способ – это правильные физические нагрузки. Доказано, что уровень резина выше у тех людей, которые занимаются спортом и не ведут сидячий образ жизни. Наиболее эффективные виды нагрузки для выработки резина – это высокоинтенсивные силовые тренировки и интенсивная интервальная аэробная нагрузка – HIIT. Долгая аэробная нагрузка, наподобие бега, не приводит к таким же хорошим результатам. Помимо упражнений есть и другие возможности повысить резин. Например, диета с высоким содержанием жиров помогает превратить белый жир в бурый. Также, использование низких или высоких температур, например, поход в сауну или закаливание, повышают уровень резина. Следующие вещи, наоборот, могут понизить уровень резина – классические диеты, ограничивающие калорийность, голодание и соблюдение постов, инсулины, хронический плохой сон. Очень важно обратить на это внимание, так как если вы занимаетесь правильным спортом, но при этом все время плохо спите, маловероятно, что вы добьетесь впечатляющих результатов. В итоге все равно все дороги похудения ведут к здоровому образу жизни. Достаточное количество физической нагрузки, правильное питание без жестких ограничений и сон в достаточных количествах. Пока ученые не изобрели «волшебную» таблетку с резином, придется нам всем попотеть и пораньше ложиться спать. Ставь лайк и подписывайся.